Деревня была, она как скорая помощь была. Ну это же смешно, это же смешно, да? Ну как? На ишаках катались. Здесь, ой, там, нотелл спал, думаю. Но зато есть люди, которые хвалят, ого, мы жили, да, и это. Да, если честно, я рад Горбачеву, то, что он эту, блядь, сделал перестройку, да, хоть открыл дороги, да, хоть много людей уехало, спаслись, хоть живем худо-бедно на своей родине. Это вы знаете, это вы еще свою родину знаете. Представляете, вы знаете про паспорт греческий, ты говоришь, скажешь слово 1920-го. Ко мне приходит только что был парень, он не знает даже, где родилась мама его мама. Ну что это такое? Я слышал, я слышал. Это даже не про бабушка, а просто бабушка. Есть, есть такие люди, сейчас что сделаешь, я не знаю. Сегодня, ну правда, сегодня вроде все хватает, все это. И вот открыли эту войну. Ну, Украина, вот Казахстан, он тоже сам по себе государство. Армения отделилась. Ну, я имею право. Они же, ну, не пять человек там, которые бы, это государство ихнее. Да, они могут отделиться с кем хотят, с тем могут дружить. Я не знаю, сколько бурятий человек, может быть, и пять, потому что их сейчас вырезает Путин. Он же бурят и воюет на каждую... Это правда. Ну, так они тоже хотят отделиться, даже если их пять осталось. Ну, это их нефть. Даже если пять человек будет жить, и там дохуя нефть, это их нефть. Башкиры хотят отделиться, у них всю гору вырезали. Была гора золотая, всю нахуй вырезала, и отвезли в Москву. Я не знаю, сколько нужен человек. Они всех истребляют, а потом говорят, а кому отделяться? Вас больше нет. Нихуя себе вас больше нет. Согласен, согласен. Здесь я не поспорю. То, что мы жили под гнетом, или как бы выразиться. Ну, вот как баран пасут, например, пастух. Вот так и мы были. Нас гоняли, нами командовали. То нельзя, это нельзя, так не это. Вот мы здесь и живем. Пожалуйста, если я могу, пожалуйста, открывай магазин. Делай, трудись, работай. В Советском Союзе это разве можно было делать? Хотя мои родители жили богато. Ну, а разницы нету, богато жил я или не богато. Работали на колхоз. Вот, я хотела про колхоз сказать. Короче, у нас из Воронежа посылали на колхоз. Я никогда не ездила. Потому что я знал, там поедешь найти девочку, вернешься не девочка. Ну, там какую-то хуйню с тобой сделают, и потом будешь думать, нахуй я поехал эту картошку ебаную сажать. Короче, и нам говорят, типа разумовый, если ты не поедешь в колхоз, ты и в школу не вернешься. Думаю, блядь, какая связь между колхозом и моим образованием? Как это я не пойду в школу? Кто меня лишит права на образование? Там седьмой класс, шестой, пятый. Что, вообще, что, охуели? Ну, думаю, нифига, я приду в школу первого сентября. Ну, самое интересное, что все, кто боялся и ехали потом, ну, в итоге они возвращались с подарками, знаете, с венерическими заболеваниями. Согласен, согласен, я понимаю. А я спокойно возвращалась, да. Но они как бы не превышали свои полномочия. Конечно, они учили дальше, но пугали. Нужно было как-то проходить педпра, это как называется, практика, которая там нужно было там. Да, да, да. Короче, краска была химическая, да, нам же не давали газовые. Да, да все это полный бред. Я извиняюсь, я ученик, да, я в школе учился. У нас со школы, блин, отправляли полоть табак, прорывать табак, там травку дергать. Нам учиться надо, а нас заставляли работать. А потом, когда говорим лагерь, ну, арты вы задели, это разницы нет, любой лагерь возьми. Это лагерь не отдыхать, это лагерь у нас был труда и отдыха. Мы с утра ехали, работали, как кишаки, а вечером там немножечко игрались. Вот, все, вот. Дети и то работали. На кого? На государство. Я слышал, что узбеки, они чуть ли не с какого-то там четвертого или пятого класса до последнего с сентября или с октября по апрель в школу не ходили. Они просто, ну, утром шли на работу и вечно возвращались. И только там два-три месяца в году учись. А потом говорят, они такие тупые. Представляете? То есть им не давали образование, потом они не поступали в вузы, да? А потом они были тупыми, потому что они рабочей силы. Так вы их сделали, вы их воспитали такими? Согласен. Вы лишили. Поставьте москвичей на место узбеков. Не говори. Нет, чтобы учить нас грамотой. Вы нас учили, как поля обрабатывать, а табак ваш собирать, ну, сами понимаете. Привозили девчат, вот как вы высказали справлю. Девчонок привозили, ну, если там в училищах, там, на медсестер, на это. Привозили у нас целый лагерь было. И я согласен, да. И вот тем более, где я жил у нас там, в основном турки, курды были в этом поселке. Ну, что они вытворяли вот с этими девчонками? А что девчонки молоденькие были, беззащитные были? Ну, сама понимаешь. Да, правда, как вы и сказали. Или с болезнью уезжали, или, ну, сами понимаете. В наше время... Я уже ничего не говорю, что в этих охозах как раз люди первый раз начинали сигареты пробовать, спиртное пробовать, и все, что вот, ну, запрещено вот там. Они прихожили вот эти две недели, или сколько там они, они знали все, от А до Я. Понимаете, я... То есть, ну, если бы они жили дома, наверное, меньше было беременности, меньше было преступности, воровство. Это было, знаете, разрешенное беззаконие. Мне один знакомый рассказывал, что людей прям могли поджечь, просто ради прикола. Он спит, да, его там как-то бумажками обкладывали, он такой, пока он поймет... Просыпается, просыпается, просыпается обожженно, и никому не наказывали. Типа, посмеялись. Это мы игрались. Да, игра такая, да. Промеж пальцев засунули человеку ватку, он спал, ему зажигали. А потом он ходить не может, да? А он там как дикарь кричал, испугается пацан любой. А мы смеялись, а вот она наша игрушка была, понимаешь, издевательство. Ведь вожатые, вожатые взрослые, они это все позволяли. Вожатые, их никого не наказывали. Да, конечно. Ну что ты, забава наша была. И сегодняшняя война, она бессилковая война. Да, да, она не приведет к нормальной, ну, к чему-то хорошему. Ну, столько людей загубили. И за что, кто будет, кто будет за эти грехи расплачиваться? Вот честно, вот, ну, правда, да? Это тоже же, я не знаю, вот, ну, клянусь, вроде сегодня сытый, одетый, вроде живет. Вот только что вышел мужчина, ну, как вышел, я его выкинула. Короче, он говорит, это не моя война, я не поеду. Но мои друзья, герои, я, типа, герои чего? Если он не поедет, это не его война, получается, он сказал, что они не герои? Потому что если было, если было два, он, наверное, первый поехал, получается, он понимает, что война, он за такую войну умирать не собирается. Чем тогда герои его друзья? Чем? Они, как-то, они уже не вернулись. Ему будет стыдно, вот, вы правильно сказали, кто будет отвечать за эту войну? Кто? Путин сдохнет, Соловьев сдохнет, кто? Каждый из этих друзей им будет, потому что они руку не будут им подавать. Будут, будет, да, будет, да, и я не знаю, кто бы не пришел другой там после Путина или после... Да, после Путина. Любой человек, он будет расплачиваться за эти... Я говорю, вы хотите, чтобы то же самое было в суде? Нет, не хочу. Значит, это неправильно. Нет, нет, я говорю, хороший. Как это так? Если ты не можешь повторить в зеркале, что ты можешь сделать, значит, ты ублюдок. Либо они хорошие. Ну, только так. Это не то, что там Чита может делать что-то в Донецке, значит, ну, значит, Вильнюс, Вильнюс, Вильнюс может прийти в курс, ну, правильно? Да, вы просто, вы просто не заметили, как он, вот помните, вот даже сейчас любого человека возьми, когда говорили, вы в четырнадцатом году, вы там, ну, русские войска были в Донбассе, а все говорили, нет, 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 это не так. Да, вот, пожалуйста, да. Вот, 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 вот я вас хотел. Ну, ладно, конечно, у вас тоже голова, ну, забита в сеньке, вот ему был пример. В четырнадцатом году он сам подчеркнул, что там был, а значит, были все-таки войско-русские. Да, вы приехали с российским паспортом и привезли российское оружие, я так сказала ему. А, да, да. Я ему сказала, вы приехали с российским паспортом, что вы делали в Украине и с российским гражданством, и с российским оружием. Ну, это то же самое, что получается украинцы, только есть, что украинцы не сделали перену, вот и разница. И еще не отжали ничей бизнес, и не женились на какой-то курянке, и не сделали двух лопчиков и одну девчину. Я сказала ему это. Да, да, да. Нет, просто они же, они, как они отречены? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Продолжение следует...